Приветствую любители аудио и сегодня рассмотрим возможности акустического кабеля AudioCrast PC902. Идут часто споры есть ли разница в звуке усилителей или кабелей. Конечно же если бы это было иначе никто бы не выбирал ни кабеля не усилитель достаточно было бы одного устройства. Но так как каждое устройство или средство коммутации дает свой звук либо привносит окрас либо привносит больше каких-то частот либо меньше и это никак не стандартизировано совершенно поэтому сколько компонентов столько и разных сочетаний звучания и вот сегодня у нас на обзоре кабель AudioCrast PC902 представленной компанией аудиоаксессуары или аудиоаксессари. Ее магазин можно видеть на алиэкспресс ну и соответственно такая продукция у них есть в продаже. Во-первых давайте посмотрим как сделан кабель. Кабель сделан конечно роскошно. Давайте поглядим с этой стороны потому что здесь проще снять обвязку. Наконечники из сеточки уже снял. Как видите можно открутить. Вот эти зажима можно завтра их закрутить. Снять вы их не сможете но вы можете закрутить. Позолоченный кабель представляет из себя конструкцию из меди. Это медный кабель. Вот так вот он выглядит. В общем то здесь разветвитель кабеля получается и дальше уже под толстой оплеткой. Конечно же самое интересное что мы можем сказать про его звучание потому что выглядит он очень красиво. И вот с этим вопросом тоже нужно понимать что аудиокраст это брендовая продукция компании аудиокраст и она позиционируется как более доступная продукция типа виборга. Ну то есть виборги обычно очень дорогие а если хотите качество очень высокое но не такой не для аппаратуры хайент то для этого существует марка аудиокраст. На марке аудиокраст уходило довольно много приличных кабелей например sp13 произвел фурор. Это был кабель который давал аудиокраст sp13 который давал очень густой грудной звук замечательный и оживлял многие системы добавляя в них дикую музыкальность и желание по новой все слушать. Это был очень дешевый кабель поэтому конечно же он не мог потягаться с кабелями из более высокой линейки более высокой ценовой категории. Стоил он тогда 1600 1800 рублей примерно сп13 но из минцев было что немножко грязноватые были верха у него но в этой ценовом сегменте это само собой как бы там идеально не может быть поэтому компания сделал следующий шаг и выпустила sp14 где как раз вверх был на порядок лучше но к сожалению вот это вот супер густота sp13 уменьшилась и уже стало не так поэтому получалось что sp14 крайне сбалансированный очень хороший кабель для начального среднего hi-fi а sp13 хотя он для начального hi-fi но его можно было компоновать с какими-то высокогласными кабелем я например его компоновал с кабелем нардост и вот у меня аудиокраст sp13 вместе с аудиокабелем нардост вместе подключен колонкам давали прекрасную связку очень густого музыкального низа грудного такого и прекрасных высоких частот то есть такая вот тоже прекрасная сочетаемость получилось об этом есть видео на канале и вот компания аудиокрас делает новый шаг выпускает pc902 кабель конечно же ожидаемо он должен сочетать достоинства и пися сп13 сп14 и даже конструкция немножко да похоже на sp13 чем-то а допустим отдаленно но я вам могу сказать что действительно все эти черты предыдущих кабеля есть в этом кабеле и я не могу сказать лучше он не лучше прям вот по сравнению с sp14 это сложно в общем-то так произвести потому что каждый из кабель есть свои уникальные особенности которые по-своему такие что от них нельзя отказаться в пользу одного либо другого и приходится все кабели иметь в пачке иногда их менять значит я когда включил этот кабель мне сразу по очень понравилась всего густота это действительно очень густой по низу кабель и он эту нижнюю густоту он ее направляет именно на первую очередь на вокал на грудную такую составляющую более низкую в общем-то и в общем-то и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Have you seen the chart? It's a hell of a start It could be made into a monster If we all pulled together as a team And did we tell you the name of the game boy We call it riding the gravy train Ooh, 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 ooh Come in here, dear boy Have a cigar Have a cigar Have a cigar And you can see the sound of the song And you can see the sound of the song And you can hear the sound of 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 имеют больше высоких частот, есть, которые больше низких частот и так далее. Потому что это на самом деле качелька вот такая вот. И вы либо её перекашиваете в сторону высоких частот, либо перекашиваете в сторону низких частот. Но так как это качели, то есть они сами по себе вам объясняют. Если вы прибавите, кабель прибавляет больше низких, то вы будете ощущать меньше высоких. Если вы сделаете больше высоких, то вы станете ощущать меньше низких. Ну и, соответственно, уйдёт вот эта грудность звука, вот эта вот вовлечённость звука в большую переживательность, если кабель будет немножко задрат вверх по тональному балансу, но при этом вы и деталей каких-то услышите больше, потому что верхний регистр станет слышно, верхние частоты более отчётливы, и они не будут вуалироваться низкими частотами, которые как бы убавлены, получается. И, соответственно, вам покажется, что детализация возросла. На самом деле детализация была и оставалась примерно на одном уровне, но просто низкие частоты какие-то звуки собой перекрывали, вы их просто переставали слухом человека слышать. И так вот это происходило здесь же, когда у нас вот такой идёт перекос в верхнюю сторону, мы слышим прекрасно очень высокие частоты, мы слышим много деталей, много каких-то транзиентных событий, но, к сожалению, не хватает, становится недоставать базиса, переживательной составляющей, более густого исполнения тела звука. И это тоже очень важно. Вроде бы есть классная вещь, что у нас детализация, транзиенты, всё прекрасно, но что-то мы потеряли. В то же время есть кабели абсолютно ровные, ну вот когда там высокие-низкие находятся в балансе, но такие кабели, они, конечно же, замечательные, с другой стороны, они тоже лишаются какой-то индивидуальности, потому что чуть-чуть сделаем перекос, вот небольшой, в сторону нижних частот, да, вот немножечко наклоним, и у нас уже вокал получился более грудной, более захватывающий, более вовлекающий. А детали вроде бы и не потерялись, и транзиент мы всё ещё слышим. И поэтому вот эти качельки, это очень сложный момент. Например, тот же Nordost кабель, Flatline, он скорее больше вот в верхнюю сторону задрот. А кабель PC902, он задрот больше в нижнюю сторону, у него, то есть, низ доминирует, а ВЧ, получается, убавляется. И, соответственно, мы меньше деталей слышим, тарелочки уже не так звонко слышны, но хотел бы отметить, что вот на этом кабеле, по крайней мере, плюс тот, что, хотя это не так звонко, но сохраняется богатство текстуры, это очень важно, потому что тарелка не становится вот просто какой-то псыкающей субстанцией, она продолжает многогранно сверкать всеми своими краями, своими гранями и показывать, что тарелочка – это такое сложное звуковое событие, и оно многогранное, многосложное, и это всё красиво, по-прежнему здорово. Но это не так ярко. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Красные кони сверпаны подков, топтали рассвет. Когда сходило солнце, к солнцу говорили, нельзя. Нельзя. И ночь лупила стекло с залпами снега. Ночь плевала в лицо черным дождем. Ночь шамотала кружак, избивая сосреда. Мы хранили огонь, но не видели, с кем мы идем. Но солнце всходило, чтобы спасти наши души. Солнце всходило, чтобы согреть нашу кровь. Сторожа продолжают спать, но сон их явно нарушен. Сторожам все еще нет домен. СОЛЬНЫЙ 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 СОЛЬНЫ даже нормальный кабель вот так же мне предоставили еще несколько кабелей но я пока их еще не слушал внимание несколько дней я провел только с этим кабелем послушал пинклоид в джазе послушал группа алиса альбом блокада и в этой записи в конце вы послушайте тоже эти записи сможете самостоятельно оценить как вам такое исполнение нравится не нравится сиди проигрыватель у меня был крел диеди стандарт по балансу соединенный с усилителем динам поймается один через вот этот кабель и межблок в балансный был выбор медный и колоночки yamaha ns 1000 x еще хотел бы отметить что в принципе yamaha ns 1000 x даже удивляли подключены этим кабелем потому что мне как-то даже не припомнится чтобы они настолько густо и глубоко копали как они это делают с этим кабелем то есть прям совсем густой звук совсем такой низкий и удивительно начинает мышцами yamaha ns 1000 x играть просто потрясающе это выглядит и и в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok